Они всегда находились и будут находиться на передовых позициях нашей страны. Строитель профессия, которая не дает права на ошибку. К слову, праздник зародился на Самарской земле. Соответствующий указ Никита Хрущев подписал после посещения строительства Жигулевской ГЭС. Настолько поражен и восхищен он был масштабами и темпами ее возведения. С тех пор мало что изменилось. Строительная отрасль нашей области – одна из самых сильных в стране. Большинство людей живут в комфортабельных квартирах, работают в красивых зданиях. Все мы посещаем музеи, поликлиники, школы, другие объекты, которые созданы руками строителей. На территории региона реализуются самые крупные инфраструктурные проекты, которые есть в стране. Самарским строителям доверяют реализовывать самые ответственные проекты. Стадион «Солидарность» Самара-Ариена, 6-й кассационный суд, дворец спорта, детские сады, школы, больницы и поликлиники. Существенный вклад Самарской области вносит в общероссийские показатели по вводу жилья. В прошлом году было сдано почти 2 миллиона квадратных метров, а по динамике наша губерния стала лидером в ПФО. Уже в следующем году будет введен в эксплуатацию мостовой переход через Волгу в районе Тольятти. Это самый крупный инфраструктурный проект, который требует особого профессионализма и внимания. Серьезные темпы строительства позволили улучшить жизнь миллионов наших земляков, сделать ее комфортной и качественной. Хочу поблагодарить всех своих коллег-строителей, поздравить этот замечательный прекрасный день, пожелать всем доброго, крепкого здоровья, благополучия. Особые слова благодарности прозвучали в адрес строителей, которые в непростых условиях восстанавливают социальную инфраструктуру в Снежном Донецкой Народной Республике. Напомним, весной Самарская область заключила соглашение о взаимодействии с этим городом и помогает жителям вернуться к мирной жизни. Созидателям, которых принимали в этом активное участие, Виктор Кудряшов вручил знаки заслужения людям. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.